Доброго времени суток всем зрителям канала Современные Родители! В этом видео я расскажу вам о семи лучших кухонных комбайнах и машинах для дома, какие модели получают высокие пользовательские оценки, пользуются неплохим спросом и действительно заслуживают называться лучшими. Это и предстоит выяснить. Как всегда, в описании я оставила ссылки на все комбайны и машины, представленные в моем рейтинге. Перейдя по этим ссылкам, вы легко сможете узнать актуальные цены и технические характеристики. Готовы? Погнали! Свой топ я хочу начать с модели Polaris PKM1104, мощность которой составляет 1100 Вт. Эта кухонная машина имеет чашу, которая выполнена из нержавеющей стали и объем которой равен 5 литрам. Устройство может выполнять как роль полноценной мясорубки, так и блендера. Здесь применено планетарное вращение насадок, что обеспечивает более качественное смешивание ингредиентов. Также производитель предусмотрел технологию Protect+, которая защищает двигатель от перегрева. Кроме того, есть поддержка технологии SmartMix, которая умеет автоматически выбирать оптимальную мощность для разных ингредиентов. Всего доступно 6 скоростных режимов. Кроме чаши, при покупке можно обнаружить кувшин объемом 1,5 литра, который сделан из прочного стекла. А для мясорубки предусмотрены два диска из нержавеющей стали. В конце обязательно отмечу, что прибор оснащен прорезиненными ножками, которые не позволяют ему скользить по разным поверхностям, а его вес составляет 7,12 кг. В своих отзывах пользователи обычно отмечают функционал, достаточную мощность, удобство в использовании, симпатичный внешний вид, компактный размер и высокое качество исполнения в целом. А вот про какие-то действительно серьезные недостатки говорить не приходится, хотя отзывы с нотками негатива иногда все же встречаются. Хотите быть в курсе различных технических новинок? Тогда подписывайтесь на канал Современные родители и не забывайте кликать по колокольчику, чтобы первыми узнавать о выходе моих новых видео, которые я выпускаю регулярно. Далее в моем рейтинге идет комбайн Redmond RFP3909, максимальная мощность которого составляет 1500 Вт. Можно с уверенностью сказать, что это целая мультисистема 8 в 1. Мне сразу хочется отметить, что при покупке данной модели в комплекте можно обнаружить две насадки терки, насадку-шинковку, S-образный нож, эмульгирующий нож и нож для теста. Также здесь предусмотрены функции соковыжималки и кофемолки. Всего доступно три режима работы – стандартный, более скоростной и импульсный. Прибор также комплектуется пластиковой чашей измельчителя, объем которой 1,2 литра. Имеется и пластиковый кувшин, объем которого составляет 1,8 литра. А для большей безопасности и надежности производитель предусмотрел защиту от поражения электрическим током класса 2, защиту от перегрева и функцию блокировки при неправильной сборке. Комбайн оснащен прорезиненными ножками, которые не позволяют ему скользить по разным поверхностям. Вес устройства составляет 4 кг. В своих отзывах пользователи обычно отмечают функционал, достаточную мощность, удобство в использовании, компактный размер, хорошую комплектацию и высокое качество исполнения в целом. А вот про какие-то по-настоящему существенные минусы речь не идет, хотя отзывы с нотками негатива периодически все-таки встречаются. А что вы думаете об этом комбайне? Не стесняйтесь делиться своим мнением в комментариях. Следующая модель, о которой я хочу вам рассказать, носит название Китфорд KT1350. Мощность этого кухонного комбайна составляет 1300 Вт. Его корпус выполнен из нержавеющей стали. Устройство оснащено чашей, которая тоже выполнена из нержавеющей стали и объем которой равен 6 литрам. Также хочу отметить, что функционал блендера здесь не предусмотрен. Зато доступен функционал мясорубки вместе с венчиком для взбивания и насадкой для теста. Всего предусмотрено 6 рабочих скоростей с их плавной регулировкой, а также импульсный режим. Кроме этого, прибор оснащен прорезиненными ножками, которые предотвращают его скольжение по разным поверхностям, делая его гораздо более устойчивым. В конце отмечу, что длина сетевого шнура составляет 1 метр, а весит комбайн 6,9 килограмма. В своих отзывах пользователи обычно отмечают симпатичный внешний вид, удобство в использовании, достаточную мощность, компактный размер, функционал и высокое качество исполнения в целом. При этом иногда все же можно встретить отзывы с негативной окраской, которые касаются самых разных аспектов прибора. Но нужно понимать, что подобных отзывов действительно меньшинство. Интересует стоимость данной модели? Тогда загляните в описание, где я оставила ссылки на толковые магазины с самыми привлекательными предложениями. На очереди кухонная машина Kenwood KCL 95-004SI, мощность которого составляет 1500 Вт. Ее корпус выполнен из нержавеющей стали. Одной из особенностей данной модели является наличие системы индукционного подогрева, которая позволяет поддерживать заданную температуру в пределах от 20 до 180 градусов. Прибор также включает в себя две пары весов, которые позволяют быстро и точно взвешивать ингредиенты. Всего доступно целых 13 режимов, среди которых растойка теста, растапливание шоколада, швейцарская меренга, итальянская меренга, попкорн, блюдо в одной емкости, приготовление на медленном огне, суп, приготовление на пару, компот, замешивание теста, пирог и взбивание белков. Кроме этого, доступны 8 рабочих скоростей. При покупке в комплекте можно обнаружить К-образную насадку, венчик для взбивания, крюк для теста, силиконовую насадку для мягких смесей, насадку для помешивания и пароварку. Устройство имеет сенсорно-механическое управление, а его вес составляет 16,05 кг. В своих отзывах пользователи обычно отмечают функционал, удобство в использовании, достаточную мощность, симпатичный внешний вид, универсальность и высокое качество исполнения в целом. А вот про какие-то действительно серьезные недостатки говорить не приходится, хотя изредка все-таки проскакивают отзывы с нотками негатива. Узнать стоимость каждой модели, представленной в моем рейтинге, можно, перейдя по ссылкам, которые я оставила в описании. Финальную тройку моего рейтинга открывает модель Garlin S350, максимальная мощность которой составляет 1500 Вт. Эта кухонная машина позволяет смешивать соусы, суфле, овощные и фруктовые пюре, тесто для блинчиков, бисквитов и кексов. Также она позволяет взбивать сливки, белковые смеси, муссы и масляный крем. А еще с ее помощью можно замешивать тесто для пельменей, пасты, лазаньи, пиццы и пирогов. Всего предусмотрено 6 рабочих скоростей вместе с их плавной регулировкой и импульсным режимом. Прибор оснащен чашей, которая выполнена из нержавеющей стали и имеет объем 5,5 литров. Кроме того, данная модель оснащена прорезиненными ножками, которые не позволяют ей скользить по разным поверхностям. Ее корпус выполнен из пластика, а вес составляет 4,7 килограмма. В конце обязательно отмечу, что производитель реализовал здесь защиту от перегрузки. При покупке в комплекте можно обнаружить крюк для теста, насадку для замешивания и венчик для взбивания. В своих отзывах пользователи обычно отмечают достаточную мощность, удобство в использовании, функционал, симпатичный дизайн и высокое качество исполнения в целом. А вот про какие-то по-настоящему существенные минусы речь не идет. Хотя отзывы с нотками негатива периодически все-таки встречаются. Предпоследняя модель, о которой я хочу вам рассказать, называется Китфорд КТ1339-3. Максимальная мощность этого кухонного комбайна составляет 1400 Вт. Он включает в себя блендер для приготовления супов, пюре, соусов и молочных коктейлей. Чаша блендера, объем которой равен 1,5 литра, выполнена из стекла, а корпус непосредственно комбайна сделан из пластика. Объем основной чаши составляет 6,5 литров. Всего доступно 6 рабочих скоростей вместе с импульсным режимом. Кроме того, для большей надежности производитель реализовал защиту от перегрузки. Также прибор оснащен прорезиненными ножками, которые не позволяют ему скользить по разным поверхностям и делают его гораздо более устойчивым. При покупке в комплекте можно обнаружить крышку блендера, мерный колпачок, насадку-венчик, насадку-крюк и чашу. Вес устройства составляет 7,1 кг. В своих отзывах пользователи обычно отмечают достаточную мощность, удобство в использовании, функционал, симпатичный внешний вид и высокое качество исполнения в целом. Конечно же, иногда можно встретить отзывы с нотками негатива, которые касаются самых разных аспектов комбайна. Но нужно понимать, что подобных отзывов действительно меньшинство. А завершает мой топ 7 лучших кухонных комбайнов и машин для дома модель Redmond RKM4030. Максимальная мощность этого комбайна составляет 1200 Вт. Он включает в себя миксер, стационарный блендер, мясорубку и овощерезку. При этом миксер может похвастаться тремя насадками – насадкой-венчиком, насадкой для взбивания и насадкой-крюком. А всего доступно 6 рабочих скоростей вместе с импульсным режимом. Чаша миксера, объем которой равен 5 литрам, выполнена из нержавеющей стали, а для большей безопасности и надежности производитель предусмотрел защиту от перегрева, от включения при неправильной сборке и от поражения электрическим током класса 2. Что же касается дополнительных насадок, то здесь стоит отметить наличие насадки-шинковки и насадок для кебе и колбас. Конечно же, не могу не отметить тот факт, что комбайн оснащен прорезиненными ножками, которые не позволяют ему скользить по разным поверхностям, делая его гораздо более устойчивым. Корпус прибора выполнен из пластика и металла, а его вес составляет 5,25 кг. В своих отзывах пользователи обычно отмечают функционал, достаточную мощность, удобство в использовании, простоту в уходе, хорошую комплектацию и высокое качество исполнения в целом. При этом иногда, конечно же, можно встретить отзывы с нотками негатива, которые касаются самых разных аспектов устройства. Кому-то не нравится его шумная работа, кого-то не устраивает качество пластика, а кто-то даже жалуется на брак. Но примечательным остается тот факт, что подобных отзывов действительно меньшинство. Огромное спасибо за просмотр! Напоминаю, что ссылки на все модели, представленные в моем рейтинге, вы найдете в описании. Если ролик мой показался вам интересным, не стесняйтесь ставить лайки. Пишите в комментариях, какая модель понравилась вам больше всего. А чтобы не пропускать выход моих новых видео, подписывайтесь на канал и кликайте по колокольчику. Удачи!